Вошло внимание бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, росту 70 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный тюрьм, его стиль ММА, из города Грозный Чеченская Республика. Трик Магомен Магоманан! А вот и его соперник в простом углу клетки. Ему 19 лет, росту 166 сантиметров, вес 57,4 килограмма. Это его профессиональный тюрьм, его стиль ММА, Чеченская Республика, Байсангур Исраила! Рыфы в актогоне Гюрихан Шибилов. Байсангур Исраила против Дик Магомеда Магоманова. Ну, греко-римская борьба традиционно считается одной из главных баз для долгожителей в виде наборства. То есть, вот этот вот простроенный верхний плечевой пояс, физика, специальная выносливость. Она, конечно, очень сильно пригождается возрастным спортсменам. То есть, когда другие уже не способны наступать, в классике, можно сказать, только начинают. Рэнди Кутюрден, Хендерсон и многие другие. Но вот, что сказать о спортсменах молодых в греко-римской борьбе, пока не знаю. Тема дискуссионная. Но, опять же, это все из наших предположений, что Байсангур является представителем некоторого смысла греко-римской борьбы, что не точно. Так, ну, пока смотрим за происходящим. В разноименных стойках находятся спортсмены. Ой, как интересно. А, да, вот смотрите, точно. Вот теперь можно думать вполне уверенно о том, что есть греко-римская база. Обратите внимание, как хорошо подрезал корпус. Не опускается ногами, да, за привычным проходом в ноги. Именно срезал поясницу за счет очень хорошего захвата. То есть, да, здесь очень читается некая, если не собственная греко-римская подготовка, да, то, по крайней мере, некий опыт взаимодействия с ним, с дворцами классиками. Ну и завязались. Да, видим, как заблокировал попытки атаки Дик Магомед Магомадов. Добрый Магомед, как вы нам недавно пояснили. Ну, скорее, хорошего. Хорошего. Хорошего, да. Ну, если брать чеченский язык, наверное, в принципе, и русском, хорошего это подразумевает не только доброе, а какие-то еще другие вещи. Ширий слово, да. Да. Ну, Игорь Ихан Шибилов требует активности. Как-то после одного из турниров ACF в Краснодаре мы с ним общались. Вот он говорил, он меня частенько упрекает, потому что я слишком поздно останавливал поединок. И я, говорит, на это отвечаю. Это же не балет, это ММА. Они знают, куда идут. И, естественно, должны быть готовы к тому, что им хорошенько по голове застучат. Ну, и тем более, это все-таки профессионалы, это уже немножко другое. Есть любители, еще берегут, имея в виду, что у них несколько боев, и все-таки это еще не профессиональная карьера. Ну, и в то же время мы понимаем, наверное, много у нас было случаев и здесь, в ACF, где где-то тоже все-таки есть вот это бережное отношение к молодым спортсменам, особенно, которые вот в начале карты, да, в прилимах выступают. О, попытка колена, но хорошо подхватил. И опять за корпус обратился. Да, Исраилу Магомадова. Очень хороший контроль за корпусом, очень сильные руки, плечи. И зацепом изнутри и пробует перевести. Тоже, кстати, классическая история для борцов велькаримского стиля, который, ну, самый такой яркий пример Джон Джонс. Тоже является базовым классиком. Ошибочно ему предписывают опыт в вольной борьбе. Опыт, может быть, и был, но все-таки борец классик базовый. И он как раз вот, его любимый период, зацеп изнутри. Видите, здесь даже не пришлось этого делать. Сама ситуация сложилась так. Снова, снова Дик Магомед Магомадов находится внизу. И хороший локоть. Попытка. Ну, посмотрим, может быть, в этот раз получится развить атаку. Больше. Все-таки одним из отцов-основателей грандой палки является как раз Ренди Кутюр, считается. Ренди Кутюр, который как раз тоже был базовым классиком. Конечно, невозможно забыть его первую победу на Чаку Лиделом. Кто не видел, дорогие друзья, это впечатляет. Особенно зная историю. Чак Лидел был интересен тем, что он очень хорошо защищался от проходов ноги. А Ренди Кутюр, он не просто его, не просто проходил ноги, он сворачивал в сторону за счет очень сильной спины своей Горько-Римской. И в первом бою выиграл досрочно, по-моему, техническим нокаутом. Так что всем классикам, которые думают о том, как перейти в смешанное единоборство, на кого равняться, вот, пожалуй, опыт Ренди Кутюра – это такая перестаматия. Ну и вот достаточно грамотно, классически работает, пытается работать из раилов, не позволяет себя свипануть. Но при этом не получается у самого развить как-то особенно атаку. Ну и понятно, что уже ждем следующего раунда. Ну и та необходимая работа для того, чтобы была зафиксирована, да, какая-то активность, была зафиксирована работа по корпусу, она осуществлялась. Понятно, что, наверное, вот-то громадного ущерба он сопернику не нанес. Ну, 10-9, да, думаю, безусловно, есть. Да. Определенная доминация была его. Так, любимое выступление было в активе. КОНЕЦ! 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 Секунданты, выход. Вот отличительной чертой от многих других лиг, лиги Эйсей и Эйсей Ягдвиглс является то, что двое судей выводят секундантов в перерывах из октагон, точнее из крепки. Вот это хорошо, это профессионально, потому что никто, как правило, не задерживается дольше, чем положено. Так, здорово, опять отлично взял корпус, но шикарно, шикарно, шикарно. Просто срезал, получается, поясницу. Отличный перевод. Знает свои сильные стороны Байсангуру и Сравилов. И успешно их реализует. Чуть-чуть бы он может подраскрыть гранд энд пау, добивание. Но, может быть, у него нету сейчас такой задачи. Вполне себе допустимо, что нет сейчас задачи как-то тратить особенной силы дополнительно на взрывы, на какие-то попытки акцентированных ударов. Ну, и мы понимаем, что это дебют. Задача, наверное, попытаться продышаться, понять, что каково это. Что это такое, три раунда? Одно дело, ты пять-шесть раундов в зале работаешь, но здесь совсем другой накал, и соперник на все сто процентов себя отдает. Мандраж другой ситуации. Мандраж, конечно, здесь и телевизионные камеры, и свет, и присутствие зрителей. Пусть пока они не особо активны, но тем не менее. Ну, трудно быть активным, когда оба спортсмена являются представителями по размеру. Какой размер, собственно, представителями этих трибун. В основном трибуна, конечно. Ой, здорово сейчас засравняет, справа заряжает, еще пытается слева. Да, с передней рукой. Очень такое редкое и качественное действие. Здорово, молодцы. А при этом обостряет все-таки уже именно Магомадов. Ну, и требует, наверное, обстоять ситуацию, обстановку и обострять его, потому что очевидно, что он первый раунд проиграл, и большую часть второго пока что контролирует Исраилов. Ну, огрызается. Да, пытается огрызаться и переломить где-то вот это вот событие. Старается быть опасным, и были такие интересные эпизоды сейчас в этих разминах. Потому что вот в такой вязкой борьбе в клинче, конечно, у Исраилова есть некоторое преимущество. Ну, потихонечку ищет попытки перехода на прием снизу, пытается вывести таз для потенциальной возможности сделать рычаг лодки. Ну, пока все контролируется. Ну, и сейчас более активный партнер мы наблюдаем. Я видел первый раунд, и видим, что оба спортсмена и пытаются бить. При этом, вот, как Маршалл нас отметил, Магомадов старается что-то придумать с ним. Ну, и видите, в данном случае чуть-чуть бок о нем это вышло, Исраилов занял позицию чуть лучше. Да, одна нога заблокирована полностью. При желании, может, он полностью в боковой контроль попытаться перейти. А мы знаем, что в последнее время боковой контроль даже бывает опаснее, чем на маунте. Да, он просто удобней. Там проще зачастую фиксировать человека, особенно если кто-то неправильно защищается снизу, то есть отдает руки. Вот, поэтому теоретически, да, позиция сбоку, она для большего количества вариантов может быть приспособлена. С Магомадов, собственно, вариантов-то не так много. О, стартатия, рычаг локтя и добивание. Ну, в некоторых случаях там узел и треугольники. Как руками, так ногами. В общем-то, все примерно понятно. А сбоку можно придумывать много разного интересного. Вот, ну, правда, нужно на это определенная, конечно, булочка. Нету совершенно никакой задачи особенно улучшать позицию у своего. А вот сейчас... А вот он и перешел, кстати, обратите внимание, как раз боковой контроль. Возможно, попытается руку отключить, но времени уже не так много. Наверное, сейчас главное это контролировать. Такое ощущение, что вот тушей вполне устраивает. Да. Положение туши. Да. Ну, если бы это засчитывалось, то уже поединок был бы остановлен. Наверное, достаточно давно. Да. Еще в первом раунде. В Великобритании в вольной борьбе это считается досрочной победой, когда обе лопатки лежат на конвасе. Это, кстати, берет свое начало в Олимпийских играх в Древней Греции. Какие самые? Что ж, второй раунд завершен. Он чуть более, наверное, был активным. Но, опять-таки, примерно тот же сценарий. Ну, вот были, да, интересные развязки. Так что посмотрите, дорогие друзья. Возможно, именно эти эпизоды вам понравятся. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и наш...